а я вам сейчас покажу даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович поговорим о том что произошло в последние пару дней традиционно сделаем это с иронией сарказмом чтобы поднять вам настроение я думаю вы помните если это видео вам симпатично поддержите колокольчик лайк репост подписка на канал а еще под видео есть кнопочка спасибо воспользуйтесь ей спасибо вам за это давайте начинать прошло буквально пару дней с того момента как западные страны разрешили украине применять свое вооружение на территории россии официальные неофициальные лица российской федерации продолжают реагировать на эту новость но как реагировать это знаете больше напоминает реакцию сумасшедшей бабки которую случайно толкнули в магазине очень брызги от возмущения разлетаются на огромное расстояние вот смотрите вышел из сумрака дмитрий медведев он свойственные себе около литературной манере пригрозил нато ядерным ударом если украина применит западное оружие по россии надо отметить что вот в этот раз дмитрий антончик был слаб на новые оскорбительные словосочетания все на что его хватило это вот отставные натовские пердуны и бандеровский режим вот видимо писатель находится в очередном творческом кризисе либо снова не угадал с напитком по словам медведева решение западных стран разрешить украине атаковать военные объекты поставленным оружием уже не являются военной помощи будут квалифицироваться как участие этих государств войне против россии тут конечно хочется спросить а в какой войне у вас же так идет так называемая специальная военная операция или медведев что не сказали вот это зря конечно ослабленный организм дмитрий анатольевич будет не готов принять такую информацию не дает покоя российским официальным лицам и скорая поставка украине самолетов f-16 сергей лавров назвал отправку f-16 в украину подготовкой к ядерному удару конечно же на что ж такое и он туда же похоже в методичке перелистнули последнюю страницу и теперь лавров рассчитывает что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят запад напомнив ему о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации конец статы боже как сложно ну что может сказать да уже в разуме ли поэтому разрешили украине использовать западное вооружение по россии видимо вот сложно у сергея лаврова с причинно-следственными связями и пока медведев и лавров размахивают ядерной дубиной владимир путин занят чем правильно другими более важными делами он поручил разработать план основных мероприятий по реализации стратегии развития индустрии музыкальных инструментов россии до 2030 года это очень интересно я правда попытался узнать а вот что не так с индустрией то музыкальных инструментов россии в чем причина такого пристального внимания к этому вопросу со стороны лично путина возможно в россии засилие просто засилие западных музыкальных инструментов это нужно срочно менять сократить у классической гитары количество струн до уровня балалайки принять закон обязывающий производить скрипки исключительно из русской березы а все духовые инструменты упростить до свистульки напомню что буквально за пару дней до этого путин взял под свой контроль науку мы об этом говорили в нашем прошлом выпуске если не видели обязательно посмотрите это что же получается значит сначала наука теперь музыка а дальше что будет логично если конечно он возьмет под свой контроль цирк ведь он уже давно выступает в роли директора самого большого цирка в мире путин настолько увлечен музыкой что не обращает внимание на реальная проблема в россии в бурятии лесные пожары распространились уже более чем на 30 тысяч гектаров причиной возгорания стали сухие грозы страны конечно что в пожарах не обвинили стран запада и украину вот что именно украина и западные страны использовали климатическое оружие созданное в украинских метеолабораториях там высасывали из обычной грозы воду и отправляли сухую грозу на территорию российской федерации но тем не менее для понимания ситуации в бурятии вот так выглядит вид из окна пассажирского поезда который проехал через горящий лес в бурятии ну согласитесь жестко по идее такой же жесткой должна быть реакция российского руководства на эту ситуацию но еще весной во время паводков когда были затоплены огромной территории россии тысячи людей были вынуждены эвакуироваться была успешно опробирована новая российская система реагирования на подобные чрезвычайные ситуации я думаю воспользуюсь и и сейчас она называется а п х расшифровывается как а похоже что именно так реагируют россияне и на грядущее повышение налогов россии через российские сми была запущена информация что повышение налогов планируется но для того чтобы проверить реакцию населения на это похоже что тест прошел успешно негативной реакции от населения замечено не было и чтобы закрепить успех и убрать из головы россиян какие-то крамольные мысли глава минфина антон силуанов пригрозил жителям россии уголовным наказанием за уход от уплаты нового ндфл цитата россияне едва ли начнут уходить эту платы налогов на фоне введения прогрессивного ндфл противном случае нарушителям грозит уголовное наказание конец статы а после того как и на это не было никакой негативной реакции от населения антон силуанов пошел еще дальше он предупредил о возможности и дальнейшего повышения налогов минфин продолжает искать возможности пополнить бюджет за счет слишком рентабельных отраслей счете слишком рентабельной отрасли мы сейчас продолжаем анализ рентных секторов в экономике исходя из внешней конъюнктуры и видим что здесь есть еще над чем поработать конец статы помните старую еще советскую мудрость чтобы корова давала больше молока и меньше ела ее нужно больше доить и меньше кормить похоже по этой же схеме все делается в россии сейчас но если вдруг высокие налоги приведут россиян в долговую яму российское государство им и тут поможет госдума приняла закон о праве судебных приставов стрелять по должникам вы скажете ну как так ну ты же только что сказал что государство поможет да я именно так и сказал и она действительно поможет поможет избавиться от мучений госдума и раф в первом чтении приняла законопроект о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения полномочиями применять физическую силу спецсредства и огнестрельное оружие ну то есть смотрите стрелять не обязательно будут сразу все нормально сначала начать будут бить потом перцовый баллончик глаза уже только потом стрелять прошлая неделя была богата на подобные удивительные новости от российских чиновников то ли меркурий вошел в четвертый дом то ли магнитные бури активизировались то ли это обычное сезонное обострение но судите сами россия начали готовить к терактам в поездах глава мчс россии александр куренков заявил что россиян нам лучше всего выбирать места в конце и середине поезда поскольку они наиболее безопасны в случае взрыва в рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне а еще он отметил что после такого взрыва следующие вагоны будут догонять передние в результате чего их начнет сдавливать на той скорости которая была развита соответственно мы из этого можем сделать выводы что самое безопасное место либо в конце поезда либо в середине конец стат ну что сказать ну красавчик сказал пару фраз а новая фобия миллионам россиян обеспечена я уже вижу поезд москва владивосток где на протяжении недели пассажиры всего поезда проводит время не в вагоне ресторане а вместе всем вот составом в последнем вагоне поезда и там едут всю дорогу но от греха подальше а хотя стоп подождите иногда же на станциях локомотив меняют и последний вагон может стать первым вот интересно было посмотреть как в этот момент все пассажиры быстро собираются вещи и бегут в новый последний вагон и так несколько раз за поездку не буду вдаваться в подробности зачем вообще александр куренков сделал это заявление но думаю что к решению этого вопроса надо подходить кардинально и уже сейчас нужно перестать выпускать в россии головные вагоны только последние это должно помочь еще одна интересная законодательная инициатива от госдумы рф там внесли поправки которые запрещают показывать изготовление наркотиков в художественных произведениях депутат бадма башанкаев заявил что такие сцены будут вырезаны из уже существующих фильмов сериалов и книг а вот это неплохо вот на лицо четко продуманная борьба с наркотиками схема простая значит вслед за законом выделят кучу денег на перемонтаж деньги освоят вот потом окажется что при перемонтировать это долго и неинтересно и просто запретят все фильмы где показано изготовление наркотиков и все еще один нацпроект успешно завершён вообще было бы интересно посмотреть скажем вот сериал во все тяжкие после удаления оттуда всех сцен изготовления наркотиков думаю мы бы увидели самую бессмысленную короткометражку можно снять фильмы после следующей новости в рпц заявили что проблема насилия в российских семьях надуманная те кто пытается объявить 7 семью источником насилия работают на на западные глобалистские структуры в любом случае чтобы они не говорили как бы они не приводили примеры а якобы защите же на самом деле женщин уже защищает уголовный кодекс и причины случаев вот этого этих случаев насилия в семьях это причина как правило связаны с алкоголизм связаны с наркоманией как раз вот очень хотелось бы чтобы об этом побольше думали те депутаты которые сегодня выдвигают инициативу по борьбе с семейным насилием и мы хотим еще раз заверить что русская православная церковь верующие люди категорически не принимают данный документ он будет способствовать к сожалению расколу в нашем обществе и родительское сообщество также выступает против любых документов связанных с борьбой с надуманной проблемой домашнего насилия проблема домашнего насилия надуманная просто для справки 2021-2022 годах более 70 процентов всех убийств женщин в россии было совершено их партнерами и родственниками но они не виноваты это же все алкоголь и наркотики правильно а еще семь лет назад путин подписал закон декриминализирующий домашнее насилие уголовное наказание по этому закону предполагается только за второй и последующий случай на первый раз агрессору грозит только штраф от пяти до тридцати тысяч рублей но это конечно если жертва дотянет до второго и последующих разов издеваются в россии не только над женщинами российские власти видимо решили пранкануть над всем прям населением белгородской области белгород победил в конкурсе мой город безопасности слушайте ну это уже не цинизм это уже вообще какое-то новое понятие стоит отметить что жители белгорода сначала ну тоже подумали что это шутка правда что-то мне подсказывает что над ней мало кто смеялся а потом местные жители пригласили к себе жюри конкурса вот а в местных пабликах начался настоящий кошмар цитаты ночь не спишь днем на работе как зомби но это никому не интересно думаю еще чуть-чуть и сойду с ума в голове постоянно звучит сирена мы все здесь заложники а вся россия живет нормальной жизнью белгород никому не нужен конец цитаты последней кстати знаете мне кажется есть правда жизни но нету дела до белгорода не путину не всем остальным и сейчас заботит только война которая кстати и стала причиной всех бед в белгороде а война как известно требует непростых решений вот пожалуйста взамен уничтоженных танка сара и танка гаража оккупанты в украине подготовили новое изобретение штурмовой мотоцикл вот так он выглядит что сказать ну вот танк гараж танк сара теперь еще будет мотоцикл варек мне кажется что вот теперь вот теперь можно точно на киев за три дня а еще точно знаю кто будет идеально смотреться на таком чудо мотоцикле никита джигурда решил отправиться на фронт важно отметить что никита джигурда родился в киеве а еще он когда-то принимал участие в украинской версии шоу танцы со звездами а там был ведущим не знаете очень хорошо помню как этот этот мой пел дифирамбо украине и украинцам хотя как по мне тоже даже не дно забытые жалкие никому не нужны около артисты пытаются привлечь к себе внимание хотя бы таким образом с другой стороны слушайте вот орущий голый джигурда который бежит в атаку это будет прям как звезда смерти надо еще нам дождаться волочковой то что волочкова шпагать это тоже страшное оружие хотя нет вот в таком виде лучше использовать вместо мангала на бтре надежная пусть и одноразовая защита от дрона камикадзе странно что на фронт до сих пор не отправилась чита цыгановых и оскар кучера можно вообще было бы сделать из них отдельную роту и когда они будут проходить мимо все будут спрашивать а кто это пошел ну как то это летчики то какие же это летчики это это сбитые летчики скорее всего присоединиться к этой роте и ольга бузова она выступила на дне защиты детей в удивительном костюме как вам такое ощущение что бузова ехала на концерт сразу с бдсм вечеринки и не успела переодеться ну бывает бывает вообще и речь конечно можно разобрать на цитаты я очень волнуюсь потому что то что сейчас будет происходить на этой сцене это будет впервые вы знаете после этой фразы я подумал что она сейчас достанет хлыст и начнет наказывать гитариста а когда слышишь от бузовой у меня две недели назад вышла новая песня возникает ощущение что она делится со зрителем самым сокровенным и рассказывает что не наконец-то вышли камни из почек а в целом вот ну конечно день защиты детей до такой костюм по моему все нормально все в духе традиционных российских ценностей все очень духовно патриотично и скрепно я предлагаю сделать ставки что случится через пару дней где мы увидим ольгу бузову в покаянном видео где она скажет что случайно открыла не тут дверь и зашла туда там было темно и она не видела что одевает на сцену а может она появится в платочке в церкви замаливая грехи а может даже сразу поедет на донбасс тогда лучше в том же костюме ну чтобы два раза не ездить возможно и у вас есть вариант что произойдет с ольгой бузовой напишите об этом в комментариях но не только бузовой мучили подрастающее поколение в россии в москве детям международный день защиты детей показали автозаки воронцовском парке столицы полицейские выставили на общий доступ технику которая используется для разгона митингующих дети и автозаки я правда не понимаю правда вот наверное же было какое-то совещание у полицейских они сто процентов обсуждали как лучше поздравить ребятишек с днем защиты детей возможно даже кто-то предлагал интересные варианты я не знаю пригласить полицейских кинологов со служебными собаками чтобы детям было интересно и они узнали что-то новое работе полиции но ведь потом кто-то сказал нет нет отправим автозаки пусть детства привыкают так что ли день защиты детей последний звонок прошли по-разному в россии и украине если в россии дети наслаждались телесами бузовой примеряли на себя автозаки то в украине все было совсем по-другому вот так выглядел последний звонок бомбоубежище последние годы в украине растет новое поколение детей детей войны которых лишили детства по сути вы знаете есть одно отличие от их ровесников из россии в украине их не готовят к жизни в автозаке в украине их учат ценить жизнь и верить в правду поэтому выше нос и продолжаем помогать украине а еще поддержите это видео лайком комментарием и подпиской на канал и обязательно воспользуйтесь кнопочкой спасибо спасибо вам за это слава украине живи беларусь до встречи до встречи до встречи Субтитры создавал DimaTorzok